Умная ферма появилась в Хабаровском крае. Это первый животноводческий комплекс на Дальнем Востоке, обслуживать который помогает искусственный интеллект. Система позволяет следить за здоровьем коров и раздавать задания работникам через мобильное приложение. Цифровые технологии в коровнике изучила Ульяна Крамаренко. Музыка классическая, технологии прогрессивные. В загородном коровнике с интернетом и видеонаблюдением коровы завтракают под Бранденбургский концерт Баха. Мажорный лад улучшает аппетит и повышает надои. Обыкновенным телкам повезло жить в благодатном хозяйстве Хабаровского района. Даже за здоровьем коров здесь следят с помощью электронных датчиков. Данный болюс вводится в гортань коровы, попадает в рубец и помогает отследить температуру, водопоение. Ну а самый главный плюс – это то, что не требуется ежедневный осмотр ветеринара. В современном коровнике с облачным сервисом за работой следят через мобильное приложение. В электронном облаке хранятся электронные паспорта на каждую корову и показатели эффективности каждого работника. Задачи на день раздает искусственный интеллект. На этом графике мы видим, что начался период половой охвата, потому что повысилась двигательная активность и значительное повышение температуры. Система автоматически это определит и сформирует наряд на проверку этого состояния, предположив, что у коровы начался период половой охоты. Работник пройдет, проверит и закроет этот наряд с каким-то комментарием. Современную молочную ферму недалеко от села Благодатного открыли в апреле. Такой комплекс на Дальнем Востоке пока один. Подобный есть только в Кемеровской области. По словам специалистов, новые технологии должны увеличить надой хабаровских буренок до западного уровня. Одна голова дает в наших условиях в среднем 25 литров молока. Это хорошо для наших условий. Эти же самые животные, которые вы сейчас видите, они дают в центральной части при хорошем, сбалансированном корме, который мы тоже максимально стараемся поддерживать, они дают до 50 литров. До конца года в Благодатном откроют второй коровник и молокоперерабатывающий завод. Молоко из коровников на переработку будут подавать по трубам. Это позволит исключить влияние человека на сырье и снизит транспортные расходы. Он коровам дает хорошую жизнь, хорошее молоко. Фермеру соответствующий заработок, а оператору дает реализацию своих услуг. То есть именно этот проект позволяет всем сторонам получить выгоду. Поэтому я думаю, что он должен шагать по Хабаровскому краю как минимум огромными шагами. Строительство современного комплекса обошлось краевому бюджету в 55 миллионов рублей. В правительстве рассчитывают, что инвестиции в высокие технологии сельского хозяйства принесут хорошие молочные дивиденды.